После выборный скандал в Арцизе, многолетние активисты Батькивщины, которые на нынешних выборах защищали интересы Юлии Тимошенко, остались без материального вознаграждения, обещанного районным и областным штабами. Людей кормят завтраками уже три недели. Они как бы говорили так, что все, что будет, то есть какие расходы, затраты, так как в партии денег нету, работаем честно, но при этом, если выполняется работа, значит, соответственно, будет компенсироваться все. И по окончанию выборного процесса вас, кажется, в партии этих отблагодарить. Уже прошло три недели и вопросы пока на сегодняшний момент не разрешены. Люди, с которыми так и не рассчитались, трудятся в команде Батькивщины минимум 7-9 лет. В президентской кампании 2019 они начали работать с начала февраля. Все расходы, связанные с избирательным процессом, активисты брали на себя. Дневали, ночевали там, как нам сказали, заседание, и по два раза ездили. И, конечно, ОВК не находится у нас под боком. Мы ездили транспортные расходы и питались за свой счет. И бюллетени получали, тоже таскали. Мы как женщина, в основном комиссия и женщин состояла. Таскали эти бюллетени на третий этаж. Никто ничего не жаловался. Думали, действительно нас как-то немножко отблагодарят за эту работу. Но никто ничего даже спасибо не сказали. Представители Арцидской районной организации Батькивщины говорят, с членами комиссии и наблюдателями рассчитались избирательные штабы всех кандидатов в президенты. Теперь активисты сомневаются, связывать ли свою дальнейшую судьбу с партией на период парламентских выборов. Мы обращались в область. К Ратковскому Олегу Владимировичу, а также к его заму Веселову Сергею Робертовичу. Но нам только обещают. Однако ничего не делается. Так продолжается уже три недели. Если так будет дальше продолжаться, мы вынуждены были бы, мы вынуждены организовать группу людей инициативно для того, чтобы выйти напрямую к Юлии Владимировне. В областном штабе Батькивщины сообщили нам, что проблемы не видят и через несколько дней решат вопрос. Правда, эти несколько дней уже длятся три недели. Виталий Хемия Григорьевич, телеканал Репортер.